Общие проблемы, точнее, я проблему знаю. Пожалуйста, если есть у вас какие-то дополнения к тому, что уже мы говорили о том, что... Прошу, пожалуйста. Ольга Андреевна, да? Да. Слушаю вас. Мне хотелось бы создать комиссию, чтобы проблему общей жизни. Я в среднем не могу. Я сейчас пропусту, что не могу. По адресу у вас какой? Товрежно, по той проверке. На стол. Да. Академия в этом транспорте. До этого вообще теплея нам учебу? Люжного порта. В 94-м году передали, значит, оперативное управление, федеральный соц. Учебное телевидение. Вы работали? А мы работники южного порта проработали. И, значит, вместе у нас жильцами передали в оперативное управление. Вы с какого времени живёте? Я с 88-го года. Я с 89-го. А вот в Сиририске, да? В 88-го. Я в 88-м, Сиририске. Здесь в Москве, в 8-м, 2-й, 2-й, 2-й. Здесь в Москве, в Москве, в Москве, в Москве. Здесь в 88-го года судимся и бесполезно. Не можем, правда, давить. То есть нам отключают воду. А кто подаёт сурцию? А какие-то водного транспорта. Вот они подали в сурцию. А выносит решение, а вы селим. Да. И коммунальные платы, вот, за чешим мы платим такие вообще только сеньки. Потому что сонат. То есть мне так положили в сомботную квартиру, я не могла платить такую сону. У меня платим сонат. Предлагают по конечным ценам, по рыночкам. Купки-продажи. Вот вы сами можете найти. Квартир такой. Вот этот общеритик предлагают купить, да? В городе предлагают. Там, где живёте, вот эту жилую площадь вам предлагают. Или в другом месте? В другом месте. Другой жилье. Значит, семь жильцам. Приводят квартиры. У нас-то мало, десять человек. И по котельцам предлагают. У меня четыреста пятьдесят с лишним. Тысяча. Да. Но у меня нет денег, я не могу оплатить. То есть фактически... То есть это намного ниже рыночных, да? Да. Я не думаю, потому что мы как у девяносто четвёртого года. Семнадцать лет полно. Через полгода будет всё равно. Но всё равно. В других миллиарх. Получается, вот сейчас, если всех жильцов уйдут, я останусь в одном доме. Так, письменное обращение есть у вас? Ну, я понедельник подготовлю. У вас? У нас нет уже ничего. Ну, вот надо было прийти сразу к письменным обращениям. Мы по всем обращениям, что сегодня или когда-то, или мы ещё посетители, запросим. Все документы, материалы, информации, всё изучим. Мы неоднократно обращались к вам. Да, мы обращались. Вы получали ответы, да? Отписки. Получали отписки. Получали. Хорошо. Мы теперь перевернуть все материалы сюда. Изучим. У нас есть специалисты и близки. Посмотрим. Ну, как-то можно же решить вопрос, как другие решения? Сейчас я вам ничего не могу сказать, не видя ни одного документа. А вы можете посмотреть документы. Вот я и говорю, объясняю вам. Сейчас смотреть, я ничего не буду. Не будете? Да. Ну, пожалуйста, решение. Относит судебный. Да, вы можете посмотреть. Что там, как? Да. Мы через месяц проходим домой. Вас не пускают домой. Начинается такая, мы делаем, как разговаривать, издеваются над нами. Требуют пропуск паспорта. Мы даже домой не можем попасть. Понятно, я смогу. Нет, ну так. Для общего. Стребуем все документы, которые нам не хотят. Мы на все прилагаем, все бумаги, все документы. Вы предложите, если вы считаете нужным. Предложите. Мы, в свою очередь, из компетентных органов города Москвы, стребуем все необходимые документы, материалы для изучения ситуации. Я вам предлагаю принести, когда будет время, издать в окошко. У нас можно необязательно, допустим, на прием. Вы когда можете принести в свои заявления? Я просто плохо себя чувствую. Нет, понедельник не работает. Я не ограничу вас никакими рампами. Кроме воскресенья-понедельника, здесь приемная работает. Третьего числа. Вот. Можете на этой неделе, на воскресенье, на следующей неделе. Можете принести и сдать в окошко. У нас можно зайти прямо садить в окно. Они будут учтены, вот в том порядке, по ним работа будет проводиться. Какой мне вам сейчас сказать. Я не представляю, что это работает в окно. Вот поэтому сейчас сесть и что-то решить, чью-либо пользу, это невозможно. Нужно войти полностью в проблему. Разрешите, я скажу, что вообще, на мой взгляд, проблема не решается. Почему, в принципе, есть закон, есть конституция, есть московские законы, которые на бумаге-то прописаны. Но проблема в том, что и российские, и московские законы не признаются почему-то ни судами, ни прокуратурой. Вот даже доходит до того, что, например, недавно внуковских, значит, Мосгорсуд поддержал выселение. То есть, явно все вопиющие факты, которые утверждают, что люди с людьми должны заключать фактически договор, закрепить за ними жилье. Несмотря на это, и прокуроры, которые посажены для того, чтобы защищать жильцов, вы знаете это, да? То есть, прокуроры в вопросах по выселению обязательно присутствуют для того, чтобы не допустить нарушения. Так эти прокуроры настаивают на том, чтобы не приобщать доказательства, не допускать свидетелей. То есть, понимаете, полный идиотизм, извиняюсь за выражение это самое. То есть, и судьи, несмотря ни на что, тоже по своему внутреннему убеждению какому-то, непонятно на чем основанному, но явно не на законе. Потому что в законе все расписано достаточно четко. Пока что формально считается, что у нас законы действуют, формально считается, что Конституция действует. Вопрос, почему только формально? Почему судьи плюют на закон? Почему прокуроры плюют на закон? Понимаете? И я считаю, что раз президент назначает этих судей, он должен их снимать. Потому что по практике привлечь судью к ответственности за заведомо вот это вот фактически неверное решение, то есть, по противоречащей сути законодательству, вообще человечности, по идее, ему там это самое. Он должен не только слетать, ему срок приправить, но его привлечь невозможно. Потому что нужно согласие других таких же судей, которые такие же жучки друг другу в обиду не дают. Вот, поэтому вот с этим надо как-то решать, чтобы закон реально работал, а не треп был в виде закона. Для кого он вообще написан, если его не соблюдают ни полиция, ни суды, ни прокуратура? Я понимаю национальное ваше состояние, потому что... Просто убивать вообще отжить невозможно уже. Упоражают, пугают. На улице постоянно... Понимаете, я беру, там ночи приходят и требуют денег, 90 тысяч меня требуют. За коммунальные услуги, да, но это было уже неоднократно. Катись в свою Башкиру, когда я приехала, говорят. Я-то приехала в 84-м году, мне было 17 лет, я уже столько лет живу. Просто если это правовое государство, то... Я думаю, что вы сейчас не прочитали внимательно. В судебном решении, да, аргументация вот по статейной ситуации, соответственно, с жилищным кодексом, а вообще в пользу жильцов, но при этом в судебном решении написано выселить без предоставления жилья. Сейчас судебное решение мы и обсуждать не будем. Понимаете, это бред, который творится каждый день. С моей стороны будет это... Не, я понимаю, что как бы суды у нас независимы, но они должны вообще-то независимо основываться на законе, а не на бредах каких-то своих собственных, не на интересах каких-то сомнительных, которые, нетрудно догадаться, основаны на коррупции. Когда реальная борьба с коррупцией, сколько там, каждый раз, когда приходят к власти, каждый раз обещают бороться с коррупцией, кого-то сажают, скорее всего, там того, кто как раз борется с коррупцией, а коррупционеры так и действуют. То есть фактически они сами добиваются, чтобы люди в конце концов вышли на революцию. Они выводят людей на улицу, потому что, делая их бомжами, делая их обездоленными, они же толкают людей на то, что они... Прошу прощения, перебил. Нас ждут очень много. Почему? Понятно. Ну я надеюсь, что это всех касается, что я сейчас сказал. Я уже понял, что, конечно, всех. Извините, пожалуйста, у меня есть конструктивное предложение по данному вопросу. Вот как мы договорились с департаментом жилищной политики города Москвы? Что вот в суды по людям ходит представитель у нас департамента. Может быть, будет ходить представитель вашей ее службы, чтобы просто видеть, как это происходит? Нет. Нет? Этого не будет, потому что законом этого не будет. Он может ходить не в качестве консультанта, а просто в качестве зрителей судов. Нет, это не... То есть вы не хотите это фиксировать? Это не хочу. Я не хочу. Не, ну чтобы вы видели, как соблюдаются законы в судах. Суды ходят те, кто судебным процентом, граждан, представленным, предназначенным предусмотром. А также слушатели? А также слушатели, да, у нас открытое заседание по всем делу. У нас суды открыты, добровольно вполне имеете право. А кто хочет, кто-то имеет право прийти и посмотреть? Ну понятно, ваши представители не хотят. Просто на несколько судов избирательно прийти, чтобы посмотреть, чтобы увидеть, что мы не голословно утверждаем это. Ну, суди-специалисты, а прийти и послушать... Юрий может и делать выводы каждый по-своему. Суд должен основываться или принимать решение тонкой на основе закона. Должен. А вот как раз ваши специалисты увидели бы, на каких условиях они основываются. Я вот уже насмотрелась, когда судьи просто перебирают закон, цитировать его не умеют. Я вопрос не закрыл. Больше не обсуждаю этот вопрос. Понятно, хорошо. Никто не пойдет за суд. Ну, понятно. Деструктивные позиции налицо. Я вам объясню. От вас, если у вас желание есть, нужны письменные обращения на имя президента. Вот те, которые... И они будут рассмотрены в срок в соответствии с законодательством, да? То есть месяц. Правильно? Законодательством будет рассмотрено, да? Или есть какие-то сроки? Другие. Вы получите уведомление в соответствии с 59-м законом. В соответствии с законодательством. Давайте мы сейчас не будем, не будем, не будем оценивать подпиской, ответ. Заниматься будут специалисты. Все понятно, пишите письма. А мы у вас остаемся. Спасибо. Так, вот.